Что происходит? Вы не успеете дотянуться до оружия. В разговорах с вами я не заинтересован. Мне нужно найти Татьяну, а вы стоите у меня на пути. Правда? Вы произнесли всего несколько слов, но уже по ним я могу определить, что вы понятия не имеете, что здесь происходит. Да ладно! Он просто пытается выкрутиться! Убей его сейчас же! Не дай заморочить себе мозги! Силфа наилит! Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди! Умереть! Исчезнуть! Портал! Помоги! Умереть! Игар! Игар! Ну-ну, Сашко наступил. Ни-ни, ты должен что-то сделать что-то... сашку предложил тебе уничтожить ока москвы или действовать в собственных интересах ты решил улучшить кпк таракан попросил тебя сжечь его архив вместо этого ты решил поискать в нем сведения обо мне оливер попросил тебя действовать незаметно и украсть немного боеприпасов из поставки нар ты охотно согласился с его планом нар схватили таракана но ты спас его от смерти он с радостью присоединился к тебе как только ты предложил обыскивая убежище таракана ты отключил ловушки теперь бойцы нар легко смогут попасть сюда ты не стал снова активировать их поскольку беспокоился что на них могут случайно наткнуться обычные люди михаил хотел чтобы ты стер сервера нар ты сделал как он просил но упустил шанс узнать больше о моей судьбе давай игорь измени прошлое он сам себя подорвал что ли черт и я норме то что они вам выбирайся от него уезжай что у нас не мууттану ээээ че икс кавери пляс нит саду такси милуми ensimmäisenä готова надеюсь вам это не понравится в убежище таракана ты столкнулся с выбором сохранить данные с его старого компьютера или сжечь все чтобы до информации не добралась нар ты решил рискнуть и сохранить данные давай передвинем шахматные фигуры на доске пространства и времени игорь еще кое-что мой компьютер у меня там 10 гигабайт информации о черном элите отлично и что мне с ними делать умеешь нортер командером пользоваться запусти программу крысиный король файлы заархивируются и загрузится в облако только это займет какое-то время там процессор 486 dx и оперативки только 512 килобайт да на это часы уйдут я не спец но звучит очень стрёмно давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее прости таракан я должен все уничтожить у меня хорошая память мышонок очень хорошая память ладно погнали но ты спас михаила от отравляющего газа он с радостью согласился присоединиться к твоей команде ты поговорил со своим бывшим наставником профессором семеновым в детском саду копачах он пытался убедить тебя в том что он обычный скромный ученый на службе нар а в копачах ищет какие-то старые документы тебе трудно было в это поверить какие-то это требуется тогда то есть товарищи Хэйл попросил тебя спасти его раненого партнёра, и у тебя всё получилось. Он жив. Георгий Симёнов был на борту вертолёта, который ты сбил. Ты помог ему, и он выжил. Георгий Симёнов был на борту вертолёта, и ты смог позвать его в команду. Он согласился. Георгий Сашко попросил тебя подаровать взрывчатку с помощью детонатора, который ты нашёл. Он утверждал, что ты просто перебёшь крыс, но тебе неизвестно, где эта взрывчатка на самом деле. Что если пострадают невинные люди? Ты всё же решил рискнуть изпользоватый детонатор. Ты встретил Костю. Его схватили и держали в заложниках солдаты Нар. Кости потребовал немедленно его выпустить. И хотя сначала ты сомневался, в итоге ты его освободил. Тебе удалось вернуть припасы, но ты сомневался, говорили Ольги про Костю. Ты пригласил её присоединиться к команде. И она согласилась. Костя попросил тебя отдать ему припасы самосёлов. Тогда он сможет отстранить Матвея от дел и управлять посёлком по-своему. Ты согласился с его аргументами и позволил реализовать его план. Давай переставим фигуры на шахматной доске пространства и времени, Игорь. Припасы у тебя, так? Позволь, я их заберу. Что? Вот это наглость. Я... я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чём дело. Или ничего не получишь. Ну ладно, ладно. Послушай, я годами пытаюсь помочь этим людям. Показываю, как было бы лучше всё устроить. Учусь самоорганизации и всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хряща Матвея. Пойми правильно. Я люблю Ольгу. И всех их люблю. Они моя семья. Цель моей жизни — защищать их. Даже вопреки их желаниям. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Что ты задумал делать с этими припасами? Матвей должен знать своё место. Он безрассуден. Из-за его решения мы все можем погибнуть. Хватит ему всем тут заправлять. Я хочу подмешать кое-что в его еду. Просто, чтобы он стал чуть более, ну, покладистым. Тогда я смогу изменить нашу жизнь к лучшему. Ольга увидит, что я прав. Матвей ей голову задурил. Нужно положить тому конец. Да? Просто охренеть. Не знаю, что сказать. То есть это всё твоя личная вендетта? Я доктор, ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с дозировкой. Ничего страшного не случится, поверь. Так всем будет лучше. Помоги мне. И тебе здесь всегда будут рады. Что бы тебе ни понадобилось, я для тебя это достану. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Ты сам украл припасы, чтобы всё это провернуть? Да. Да, украл. Но только потому, что мне не плевать на это место. Я сделал сложный выбор ради всеобщего блага. Надеюсь, ты поймёшь меня и тоже поступишь правильно. Сам знаешь, тебе понадобятся союзники. Доверяй мудрости великого крысового. Иногда он ведёт нас туманной дорогой вроде этой мышонок. Матвей этот. И я не доверяю ему. Он может стать невольным орудием в руках крысиного короля. Так что щепотка крысиного яда ему не повредит. Ни за что. Я не позволю тебе травить людей. Безумие какое-то. Ты нашёл Глеба и оставил его в камере ради его же безопасности. Ты нашёл Глеба и оставил его в этой клетке. Это бесчеловечно. Ребёнок должен остаться в бункере. Пускай он заложник, но он под защитой. Здесь безопаснее, чем снаружи. Ольга, я отправлю мальчишку в твой посёлок. Надеюсь, ты всё хорошо обдумал. Ему там придётся очень быстро повзрослеть. Поблажек не будет. Я рос на улице. Я был младше его и нормальным человеком вырос. Разве нет? Малой, храбрый, он справится. Посёлок – единственное безопасное место в зоне. Ты прощала четверо экспериментах, нар. И нашёл них полезная сведения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 головой пока ты там бегаешь в общем слушай думаю пора завалить их самую главную шишку умираю от любопытства веке кипу ка паска тэ паска летела тэр я не верховный наравский выродок прикончим его пускай заплатит за то что он сделал с моими друзьями ну и за другие подлости само собой о них тоже нельзя забывать друзья у тебя это что-то новенькое очень смешно этот урод и его прихвостни прикончили моих друзей и не смей нахер шутить об этом урод ясно нас хватили пытали одному мне повезло они избили меня и бросили умирать и что случилось он решил что мы отбросы от которых можно вот так просто избавиться по его приказу пытали и убили моих друзей я вышел ну может не без последствий для башки как знать короче скоро нам подвернется отличная возможность отомстить этому выродку он будет выступать с пафосной речью перед своими армией уродов на площади ленина как отличная возможность если убрать козлова он уже не сможет помешать нашим планам и заплатит за свои преступления само собой я сторонник чистая работа но застрелить его как какого-то а ленина было бы ошибкой начало нужно вытрусти из него как можно больше чтобы подготовиться так вот так вот это пароли и коды протоколы охраны а вот когда он все расскажет можно будет его прикончить а еще я хочу спросить его о руслане хочу понять зачем ему понадобилось убивать человека который всего лишь хотел устроиться на службу соглашусь только с одним козлов должен умереть но у нас нет времени на игры просто избавься от него по-быстрому и выбирайся оттуда может он и заслуживает страданий но возможно у него есть нужная нам информация на единственный способ убедиться что он не встанет у нас на пути просто убить его я считаю это правильнее всего может гитна потосеньку с коментарами там это слушаю ваше предложение с этим я могу помочь сейчас лагерь расположен в энергетике бывший дом культуры там два входа главный вход само собой хорошо охраняют а вот на боковой ставят только двоих тебе это место знакомо да я жил здесь когда-то хотя многое уже забылось найти не сложно но эти гады из нар чувствуют себя как дома так что в главный вход даже не суйся а вот через боковой можно проскользнуть там очень слабая охрана это даже оскорбительно так что это твой выход в смысле вход козлов обосновался на верхнем этаже когда окажешься внутри наверняка легко сумеешь проскочить мимо охраны меры безопасности у них просто курам на смех как и всякие фашисты они сошрались им не приходит в голову что кто-то подберется так близко к тому же большинство будет слушать речь козлова если повезет он их там всех усыпет и и и что случилось козлов собирается покинуть базу на удачно он выбрал время скажи не то слово значит план меняется и 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 Чёрт, чёрт, чёрт. Melkein jäätiin kiinni. Melkein, mutta ei aivan. Mä yritän olla murderhopoilematta, että jos ei tekis noita hälytyksiä, niin skriptit saattais eikä toimiakin. Kuvitteli sen. Järvinä. 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 Lähvinä. Продолжение следует... 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 Окей, это было в том, где я ходил. Я не знаю, что это было в группе, что... ...выходы. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а не исследование моя задача убедиться что семёнову никто не мешает работать вы лжете я все видел я сам изучал чернобылид как вы можете заявлять что ничего об этом не знаете кое-что мне известно это то я знаю что он может служить неисчерпаемым источником энергии может использоваться для перемещения или в медицине или как оружие но я не знаю подробностей я не ученый я просто старый солдат да пожалуй послушать мы с семёновым неприятель он делает важное открытие но какой ценой напоминаю именно семёнов сорвал эксперимент из-за которого тени и энергии знаете сколько людей потерял отбиваясь от этих монстров не спрашивайте меня от куда эти чудовища появились я понятия ними может вырвались из кошмарного сна у семёнового комплекс бога он верит что он не улучшил корен руока смелая заявление особенно в этой стране вам не кажется мы почти столетия прошли в тени тех кто мечтал превратить нас обычных людей в некий идеал ангелов небесных я давно не знаю живу я многое видел вы должны понимать почему я с сомнением отношусь таким замыслом семёнов источник идей да но не он в ответе за те зверства которые творятся в зоне это в ваших рук дело вы вроде не дурак хименю как вы купились на эту чушь о чем вы чтобы вам не сказал семёнов он тут главный кукловод у него огромное влияние на совет директоров совет директоров так уж так а ярко большими деньгами в итальянских костюмах которые делают деньги из денег семёнов убедил совет что может превратить нарк миллиардный бизнес он буквально принес им благую весть из мира инвестиций но семёнов не хватает людей не пытает их и наполняет братские могилы телами гражданских это делаете вы неудивительно что получаете искаженную картину раз слушаете только одну сторону да вы что и какая же у вас версия событий это зона боевых действий я отвечаю за безопасность своих людей я делаю свою работу случайные потери неизбежны в любом конфликте но поверьте я сыт по горло страданиями гражданских и я все усилия прилагаю чтобы свести эти потери к минимуму на самом деле меня интересует только одно где татьяна тот самый призрак за которым вы гонитесь красивый сон я не знаю что сказать вы начальник службы безопасности неужели у вас нет доступа ко всему что происходит на аэс профессор химиню послушать спать это таилы йохты я там может осталось переносим пока йохты я не интересуюсь ничем что не касается напрямую моих людей и моей работы если вы не скажете мне клянусь я я не могу сказать то чего не знаю профессор семенов главный по этой части разговаривайте с ним если хотите узнать про эксперименты или про барышню эту татьяну так это давай ушло на станцию вы ставите меня в неловкое положение хотите чтобы я выдал информацию которая приведет к потерям среди моих людей и сотрудников из гражданских и вам хватает наглости говорить о потерях среди гражданских не могу поверить что вы решили разыграть эту карту повторяю вопрос назовите пароль и отзыв до входа на станцию не глупите вам с вашей бандой бродяг никогда не выбраться со станции живыми мне плевать вы знаете где мы сейчас нет я не представляю что это за место давайте пропустим игру в угадайку и вы просто мне объяснить сейчас мы в туннеле между двумя сингулярностями такой маленькой черной дыре этот туннель позволяет срезать путь во времени пространстве потрясающе правда но чтобы им воспользоваться надо знать как войти и как выйти я понимаю к чему вы ведете уверены мне даже не нужно в этот момент и предыдущий могу просто оставить вас здесь но не рассчитывайте на скорую смерть растяжение времени этого не допустит вы никогда не увидите племянника но может я выпущу вас или его похоронами когда он умрет от старости вижу жестокость ваших сообщников передалась его что ж хорошо теперь вы готовы сотрудничать и колома по гаммала кортала у кого он дает ей лайки вернусь за вами и одними разговорами дела не кончится пароль мы укоротили бурю отзыв и оседлали гром спасибо рад был с вами побеседовать вот только что теперь с вами делать оставлять его в живых слишком опасно мне казалось с этим мы все согласились Czyli я хочу задать ему пару вопросов ва руслан нэ ул мой я отправлю его ваца смотрите как они Я не убийца. Я убивал, только если у меня не было выбора. Вы можете идти. Благодарю. Я знал, что вы рассудительный человек, человек чести. Что дальше? Вы уйдете из Нар. Исчезнете и никогда не вернетесь. Иначе у нас с вами будет еще один разговор, который закончится совсем иначе. Меня волнует только мой племянник. Вы больше никогда меня не увидите. Клэмс. Ну. Кумпанит и клятый тыккай tästä истэн ситэ. Компанит и клятый тыккай. Компанит и клятый тыккай.